всем привет мои дорогие друзья и гости моего канала вы на семейном творческом канале мисс али с вами лёля рукодельница сегодня понедельник а это значит что я начинаю снимать новую вышивальную неделю и начать я ее хочу вот с такого легкого и любимого процесса вышивка на пластиковой конве буду сегодня вышивать бычка сейчас я вам покажу и напомню сколько у меня вышилось на прошлой неделе вот мои результаты прошлой вышивальной недели этот набор я уже отшиваю две недели и вот такой вот у меня результат хочу попробовать за эту вышивальную неделю дойти до мордочки бычка и может быть даже вышить ее потому что тут совсем совсем чуть-чуть осталось до нее надеюсь что у меня это получится моя матильдочка меня охраняет как всегда всегда рядышком с мамочкой спит сопит у нее кстати так нос сопит так ощущение что у нее там перебита перепонка но мы ее подобрали маленьким котенком на улице два года назад и вот она у нас живет но у нас еще есть код как-нибудь вам его тоже покажу он у нас уже старенький сегодня вторник и сегодня я готовлю царский ужин для своих красную рыбку побаловать но я это есть не буду представляете такую вкуснятину к сожалению мой организм не принимают рыбу да и мясо меня старшая очень любит рыбу она просто ее обожает но решили вот побаловаться форелькой так что сегодня я готовлю так что сегодня я каждый день готовлю в каждый день готовлю но сегодня решил вам показать царский ужин сегодня вторник второй день вышивальной недели хочу вам показать что мне удалось вышить за вечер понедельника посмотрите какие у меня хорошие шикарное продвижение но все потому что набор вышивать очень легко конечно до глазок бачка я еще не добралась но еще вся вышивальная неделя впереди может быть не все таки удастся на этой неделе добраться до глаз потому что вот 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 я совсем рядышком вот у меня уже носик вышит практически ну а сегодня я буду наверное вышивать волшебный замок с алиэкспресс да наверное им сегодня позанимаюсь немножко при сном саму работу наверное воскресенье вам покажу а сегодня я вам показываю свои продвижения в моем прекрасном бачке смотрите какие аккуратненькие ровные крестики здесь у меня такой бардак из ниток сейчас немножко приберусь это мой переносной столик у меня сегодня четверг четвертый день вышивальной недели сегодня я буду вышивать риолис поработаю немножко над этой работой но не знаю сколько мне удастся вышить потому что я немножко повредила руку ну я не знаю здесь мало кто подписанному инстаграм кстати подписывайтесь на мой инстаграм ссылка под видео всегда есть под любым видео в общем повредила руку я не знаю что с ней но скорее всего у меня защемление в шейном отделе который отдает в правую руку запястье вчера мне адски она болела на ночь не бинтовали руку потому что у меня были вечером более я сидела вчера вышивала замок и стала вытаскивать иголку с ниткой через канву у меня было вот такое движение это левая рука я просто вправо держу телефон но кстати вот я держу телефон и у меня кость вот это лучевая но и то есть но мне больно но не об этом в общем у меня получилось вот такое вот движение вот она и привод этом движении моя рука хрустнула так что даже услышал услышал супруг и она ее резко схватила болью более сильной я вообще такой достаточно терпеливый человек у меня так скрутила я скажу честно я начала даже кричать муж говорит это у тебя так хрустнула грида то есть он вообще подумал что я сломала руку он как можно сломать руку вышивая то есть ну в общем там он посмотрел все рука двигается но болит очень больно шевелить пальцами давать нагрузку на руку но если вот после сейчас после ночи она у меня была забинтована всю ночь и если ей особо не шевелить никакие действия не делать то в принципе она не болит но как только я начинаю что-то делать все у меня в запястье начинается боль она там более такая сильная которая уже придет и отдает до локтя в руку ну мы как всегда google 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 нам в помощь очень почитали почитали и многие пишут что скорее всего это защемление шейного поэтому не знаю сколько мне удастся повышевать на этой вышивальной недели все так грустно печально но я буду стараться конечно если будет сильно больно я не буду вышивать ну в конце недели увидим вот уже рука меня минуты три держит телефон и все и начинается уже всю боль усиливаться сильнее сильнее именно болит вот это вот кость и прям чувствую и так что повышеваю сегодня свою звездную ночь потому что супруг говорит там я сижу вышиваю другой набор он горит и не то вышиваешь надо вот это вышивать игры я вышиваю каждую неделю беру его процесс он горит мало ты наверное всего попить крестиков там вышиваешь так что сегодня я буду работать над этой работой но встретимся с вами может быть в пятницу может субботу я сейчас так не каждый день снимаю ну что мои дорогие друзья воскресенье последний вышивальный отчетный день и я перед вами со своими отчетами по всем моим вышивальным процессом которые я вышивала на этой неделе какие-то я показывала вам в течение недели какие-то не показывала и вообще на этой неделе я мало снимала видео как вы можете заметить но это не значит что я не вышивала просто как-то не было времени лишний раз брать камеру в руки и начну я с риолиса так как мы на нем с вами остановились чтобы вы сразу посмотрели продвижение на этой неделе я работала с черным цветом это вот такие вот цветовые пятна по полотну и дошла до середины работы вот эта половина работы вышивала в принципе практически можно сказать одним цветом это черный цвет пару пару одиночек закрыла буквально в основном работала над этим цветом поэтому в принципе такие продвижения заметно и старалась повышевать так чтобы хоть чуть-чуть вам было заметно что эта работа двигается так как здесь очень много одиночек они занимают много времени бывает такое что тратишь на не около двух часов но результатов практически не видно следующий процесс который я вам покажу это мой замок с алиэкспресс я на нем вышиваю номер 53 но мне уже такая мятая конечно но она уже больше двух лет вышивается у меня даже иголка торчит то есть я не дошивала этот цвет на этой неделе его оказалось здесь очень много по всему полотну разбросано но посмотрите какие хорошие прибавления думала погладить эту работу но потом думаю а вдруг а вдруг я ее проглажу и потом не смоется вот это вот картинка напечатанная кто его знает что там китайцы нам наделали чем напечатали поэтому не стала рисковать так что наблюдать будем и продолжать вот такую мятую работу на следующей вышивальной неделе завтра я буду продолжать этот цвет не буду планировать захватывать какой-то другой цвет получится не получится не знаю потому что я так посмотрела здесь еще очень много этого цвета он разбросан по работе где-то два-три крестика и надо быть очень внимательны и на это я трачу достаточно много много времени на розыск этого крестика потому что здесь еще есть вот такой вот голубенький крестик и он так с этим зеленым сливается у меня причем ну вот не мое это напечатанная канва не мое но вот будем продолжать вышивать ссылка на продавца будет под видео в описании очень интересно конечно результат этой работы я конечно видела отшивы в яндексе вводила вроде бы неплохо смотрится но посмотрим так следующая моя работа я вышивала бычка фирма жар птиц сказка своими руками в общем то так получилось что это был мой наверное скажем так основной процесс этой вышивали недели потому что я постоянно его вышивала готовлю кушать есть перерыв 30 минут я обычно раньше брала вот эту работу на этой вышивальной неделе почему-то вот у меня постоянно руки тянулись именно к этой работе там жду серафиму школа там она уже говорит мам я подхожу там буквально там 20 минут я сижу в зале ожидаю ее и опять-таки вышиваю бычка своего они замок обычно говорю я беру замок и я так и увлеклась девчонки что я вышила посмотрите вышила и вырезала то есть у меня бычок полностью готов в общем то я его даже вырезала и покажу вам свою изнанку да вот такие тут перетяжки а какая разница все равно все это закроется такой шикарный бычок получился вот только взгляните такой вот он миленький улыбается от себя тяну сделала но во первых вместо фрузилков как вы видите я пришила бисер и вот сюда пришел ему бубенчик слышите так вот он меня будет привлекать удачу бубенчиком здесь в этом шарике в голубом и в желтеньком шли фрузилки я не стала не бисер пришивать не фрузилки и так хорошо смотрится так что я выполнила уже 50 процентов от набора будет бычок ждать свою вторую половинку вот у меня уже второй кусочек пластиковый канвы подготовлен и будет ожидать свою вторую половинку эту эту половинку бочка я вышила за 2 вышивальных недель я начала вышивать 29 марта надеюсь что и вторая половинка бочка вышится также быстро и в скором времени у нас с вами будет опять готовый результат и опять новенький процесс но следующему и новый процесс будете выбирать именно вы мои дорогие зрители да да я устрою опрос за каким бы вам было интереснее следить набором предложу вам несколько вариантов и какой вариант вы выберете тот мы с вами будем вышивать бэк достаточно здесь легкий ну в общем шикарный бычок и только взгляните мне он очень нравится ну и следующая моя работа это мои ирисы сейчас я вам их покажу сейчас я уберу вот они мои любимые ирисы вот они я вчера их вышивала в субботу и не очень так много вышла вообще уж пора заканчивать этот лист схемы и начинает другой вышивать но у меня вот тут немножечко фон вышелся листик вышелся и немножко я проработала вот в этих местах вчера и все ну буквально я наверное часик вчера повышевала вчера я еще вышивала бычка вот я его вчера до вышивала отбекала ну уже так закончила мне вчера оставался бэк я пришила тут все бисер вот этот бубенчик вырезала у меня вообще вчера был такой день выходной скажем так я очень много вчера вышивала можно сказать что я вчера до вышивала бачка сделала весь бэк вырезала на это тоже много времени уходит потом я вчера немножко повышевала волшебный замок и вечером уже наверное в районе 12 ночи села на часик повышевать свои ирисы так что у меня вчера был такой мини выходной я не готовила просто отдыхала у меня бывают такие дни правда очень редко шикарные процессы на этой вышивальной неделе я довольна результатом надеюсь вы тоже и вам было интересно посмотреть мою вышивальную неделю на этом я буду с вами прощаться всем пока пока до новых встреч до новых встреч